На библейский портал Экзекет пришел вопрос. Если я живу по совести, зачем мне религия? Вопрос немножечко противоречивый, на мой взгляд. Совесть и Бог очень связаны. Совесть — это даже сама этимология этого слова подразумевает, что это совесть. И весть — это откуда? Это весть от Бога. Совесть — это такой камертон в душе человека, который подсказывает, где право, где лево, где плохо, где хорошо. Откуда вообще он взялся, этот камертон? Человек создан по образу и подобию Божьему. Мы читаем об этом в Священном Писании, в Библии. И, соответственно, тот образ Божий, который заложен при творении в человека, имеет свойство резонировать в тот момент, когда мы делаем что-то хорошо или, наоборот, подсказывать нам, если мы что-то делаем плохо. То есть совесть — это голос Божий в душе человека. Человек, неверующий, рано или поздно с этим вот камертоном внутренним, он входит в противоречие. Потому что кое-какие вещи, которые сейчас принято делать в обществе, они никак не совпадают ни с законом Божиим, ни с вот этим внутренним камертоном, образом Божиим, неистребимым в каждом даже очень злом человеке. Противоречие становится все более явным и явным. И поэтому по совести жить, оказывается, такому человеку, который не верит в Бога, невозможно или, по крайней мере, очень трудно. Если говорить о религии, вопрос состоит ведь и в том, зачем мне религия, если я живу по совести, то религия изначально — это связь, связь между Богом и человеком. И поскольку совесть сама связывает нас с образом Божиим, то связь как религия, она неизбежно присутствует вот в этом сложном процессе, который призван установить связь или взаимодействовать человеку с его духом, с его душой. Поэтому религиозный человек очень легко живет в соответствии с своей совестью. Если же человек, неверующий, живет в соответствии с своей совестью, то это скорее все-таки исключение из правила, чем обычное дело. Религиозному человеку гораздо проще жить в соответствии со своей совестью, чем человеку нерелигиозному. Конечно, я не исключаю, и многие из нас видели очень совестливых, очень добрых, очень хороших людей, которые уверяют, что не верят в Бога, но тем не менее живут очень хорошо и являются примером не только окружающим людям, но даже и нам, верующим людям. Апостол по этому поводу говорит, что иногда имя Божие холится у язычников, потому что они смотрят на вас и видят, что вы поступаете неправильно, то есть не по совести. Вот если это так, то, конечно, нам следует брать пример с людей даже и неверующих, но живущих очень в соответствии с добром, в соответствии со своей совестью. Но обычно все-таки это не так. Бог помогает всегда. Бог дает возможность обновить нашу совесть. Мы довольно часто делаем не очень хорошие дела, которые называются в религиозной традиции грехами, и мы имеем возможность обновить свою совесть. Мы имеем возможность получить прощение грехов на исповеди, в таинстве покаяния. Люди с антирелигиозными убеждениями, люди, которые не верят в Бога, такой возможности не имеют. Поэтому достаточно одного сбоя, который потихонечку превращается в привычку, и все. И вот это тонкое взаимодействие между образом Божиим в душе человеческой и нашими поступками разлаживается, все становится гораздо сложнее, и нет возможности поисповедоваться, нет возможности обновить душу свою покаянием. И эта дорожка уводит нас очень далеко от настоящей совести. Так что с Богом проще, дорогие слушатели. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.